Добрый день дорогие друзья! В городе наконец-то спокойно, за окном лето, жара, а речь в сегодняшнем видео пойдет в Windows приложениях Skype и Viber. Начнем со всеми любимого скайпа. Благодаря скайп можно сделать столько полезного и приятного. Например, рассказать детям сказку на ночь, провести совещание или взять урок иностранного языка, ну во всяком случае так утверждают изобретатели сего чуда. Но все мы знаем, что скайп это гораздо больше. В общих читах об интерфейсе. Внешний вид весьма приятный и особенно интуитивно понятный. Полностью идентичная оригинальной программе функциональность. Вот, например, лишь некоторые полезные функции. Например, бесплатные звонки между абонентами скайп, звонки на мобильные и стационарные телефоны по низким тарифам и недорогие смс-сообщения, видеосвязь с пользователями скайп и фейсбук, бесплатный обмен мгновенными сообщениями с друзьями, близкими и коллегами, видеопочта, сообщения, которые можно видеть, слышать, ну а если любовные, то может быть и чувствовать. То есть весь необходимый набор функций готов сразу же после установки аэс. Идеально. На этом, я думаю, стоит остановиться и перейти к виберу. Здесь ситуация немного посложнее. Для использования вибер эту программку нужно предварительно установить на ваш смартфон. Если же ваш смартфон не рассчитан на данное приложение, то, увы, но кашей не сварить. Это, наверное, единственный недостаточек, который можно подчеркнуть. В целом, приложение совсем не отличается от смартфонного аналога. Кстати, вход в приложение можно осуществить как из подсистемных настроек, так и объединить ваш вибер с вашим аккаунтом в фейсбук. Полезная штука, так что внимательно читайте предустановочные настройки. Это, кстати, касается и скайпа. Не спешите нажимать окей, дабы потом не искать в обширнейших просторах интернета решения сложившейся проблемы. Ладно, продолжим о вибере. Вместе с последним обновлением вибер для windows получил следующие возможности. Вибер аут, то есть звонки на не зарегистрированные вибер мобильные и стационарные телефоны по низким тарифам. Отправка видео сообщений. Правда, эта функция доступна в платной версии приложения, что на самом деле недорого. Всего лишь 1 доллар либо же 34 рубля для жителей России или для жителей Украины всего лишь 9-10 гривен. Также доступна отправка нескольких фото одновременно. Ну и, конечно же, исправление багов. Хотя, в принципе, я их не заметил в прошлой версии. Еще одна полезная штука в вибер это объединение в группы. То есть теперь вы можете создать группу лучшие друзья или же работа. В общем, это очень удобно. То есть теперь ваш ПК оснащен всеми самыми жизненно важными программами, которые доступны буквально с первых щелчков мыши. Перейдем к общему выводу по двум приложениям. Все супер! Наконец-то в магазине мы нашли полезные приложения. А на этом обзор подошел к концу. В следующем видео мы поговорим о приложении Twitter и многом-многом другом. Поэтому ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии и следите за нашими новыми видео. До скорых встреч!